Я всех вас люблю, я всех вас люблю, я сейчас ехала в машине, еду, а эта песня, знаешь, это у Юльки Соколовой день рождения, но сегодня два, ну это не наша песня, ну не наша, ну просто, ну наши детей, ну нормально, не надо мне щипать, ну я же знаю, куда я еду, что тут долгуша, а я что-то и как засмеялась, а ты знаешь, Саша, а тебя называют долгушей кто-нибудь еще, ну наверное, улыбаюсь, еду, это сам про себя-то, и вот ты вспоминаешь, знаешь, как только контрольно я сажусь сзади, сажусь сзади, Сашка, потом уже, знаешь, даст мне, я там быстро, быстро, спешу, ой, Сашка. Я помню, ты это, паста, я натирала, бумажку давала мне, я не понял, понравился роман, да, на минуточку, не каст-товары, книги, 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 на минуточку человек. Если что, если что, это самое, как-то, знаешь, появилась паста красная, знаешь, Валентина Николаевна, там или что, и вот мне маманька, значит, говорит, на, я тебе сейчас дам красную пасту, в уши тянется, унесешь. Я, знаешь, это типа... Двойки нам встали! Ага, и вот я, значит, это самое, ей так... Ну, мама, мама передала пасту, да... Не, Наташка, честно, она... А сама, знаешь, и летает. Сейчас будет это самое, вот, день пожилых же будет, 1 октября. У нас уже... Типа день нас? Да, и вот сейчас, 9-го, я в советской... Мы уже пожили, да, день пожилых, пожили, да. И вот у меня дома за мной закуплены, там, ну, эти вот, там, живут вот бабушки-старушки, которые... И дом Валентины Виколаевны, и я вот сейчас пойду к ней, приглашать ее на 9-е, вот, напротив автовокзала, там, кафе, чина, что ли, новое какое-то кафе, новое. И вот там, значит, делают благотворительный обед. Кто делает? Ну, это как железнодорожный район, вот этот район железнодорожный. Ваш! Да, это вот он относится к нашему совету ветеранов. МПС! И вот, да, и вот мы, и вот 80 человек приглашаем туда. Я фигею, позвонить 12 часов ночи, посмотрите, какие губы, какие волосы, какие очки. Ну-ка ты еще пальцы покажи, и маникюры успела, это как? Я херею! Вот прикинь, я офигею, Ноздрина, троечница она. Кого? Ты что, еще в четвертом классе экзамены дожди? Ноздрина! Училище номер... Ничего себе, я техникум закончила. Училище номер 4, отделочница. Ты ему доказываешь? Я ему доказываю. А он же там что-то... Училище номер 4, отделочник... Что ты говоришь? Живовский Ноздрина, училище номер 4. Привет, привет! Каменщик и отделочница. Выборочнику Живовскому хулигану. И вообще... Если вас примут в училище ГПТУ-118, то вы будете очень такие уважаемые люди, экскаваторщики. Он с кем говорит? Тихо сам с собой. С собой? Я веду беседу. Ой, не в пользу, не в пользу. Саня, именно так было. Помню, как говорили. Ну, все. Вам училище номер 4. Помнишь, где было училище номер 4? Валентина Николаевна, сколько ее лет? Она лет на два стажена, да? Когда лет в Ватинске она? Какого? 38 года она по-моему. 38 года. 38 года. 78 года. Ей 80 лет сейчас вспомнилась. 80... Да, я... Кому, кому? Валентина Николаевна, на, 36 года она. Кому, да. Офигеть, ребята! Я на списке у меня даже есть. Офигеть, ребята! Сегодня зашел не в Одноклассика, знаешь, у меня много. И пишет, выставил фотографию третьего класса. И не помню, как зовут учительницу. Я вот зову, я помню всех своих. Я ему написал, наверное, двоечник был. Ну-ка, тихо. А кто у вас был первая учительница? Валентина Николаевна была вторая. Да, Вера Ивановна. А? А Вера Ивановна оттуда? Опа, а Саня уже бы пропал. Нет, ну я в первом классе не был. Да, с второго класса пришел. Ага, да, Вера Ивановна. Что, Вера Ивановна первая же была. Ну, Наташка красивая, да? Я ее, блин, я, да я Мирошниченко. Не, если бы у меня не жена, я бы за ней. Она мне вот так за руку взяла в восьмом классе. Возьми на так. Теперь тебе рука отпала. Возьми. Не, вот так, возьми. Вот так? Вот так. Вот так взяла за руку. Ну, какой, пятая партия сидела. За руку вот так взяла. Вот так. Кеша, пошел в жопу, блядь. Ну, я-то сейчас... Ешчегелый. Это вот так ты его схватила. Хотел показать, как ты его схватила. Ой, ужас. Это Карабахск на конечном был. Помнишь, вы сидели там на первом ряду? Да, я не знаю, где на конечном. Ну, похоже. Я к Толику подошел. Уже как вот этого... Потерялся, да? Да. Я к Толику на конечном. Я в своей книге статусы пишу на эту тему тоже серьезные, ребята. Ну, ты расскажи лучше. Не надо... Ну, я к Толику подошел. Он последний раз подходил к нам, когда мы жили вот на коттедже. И говорит... Вазка, да. А он играл... Он играл. Катал. И он играл так, что вот сейчас, которые сидят в очень больших верхах, Казахстана даже, не то, что Экибастуза, он с ними играл, катал. Знаете, да, что такое катал? Это прокурор, судья сидит, уголовник. Знаете, да? Вот. И он так катал. Любил эту нашу Ирку Гудуменко. Гудуменко. Да. Вот вышла бы, блин, дура. Ну, что значит дура? Ее родители увезли на Колыму. На Колыму? В машине? А? В Менгрии. Да, да. В Менгрии, да. Ты, Наташка, ты... Ну, она на связь уходит. Наталья! Мы с тобой переписываемся. Ну, да. Ты смотри, как она за собой следит. А я что, против? Плехал мухар. Да я же вижу все эти дела. Ну, и что? И что? Геша. Ну, хорошо. Она же не знала, что он приедет сегодня. Ну, и что? Она типа такая всегда? Всегда. Она же не говорит, она в огороде. Пропиши это в статусах. Да. А это я и прописывал. Я именно об этом... Саша, у меня есть пять книг про Экибастус. А, там, тысяч пять я насчитал с журналами. У меня есть. Пять книг про Экибастус. Я детям вот это, ну, про Экибастус, прочитайте, что патриотами. Ты, ты, ёпта, у тебя потом сам начал читать. Отвал. Восемьдесят там миллионов чего-то вывезли. Куда-то там тысячи породы куда-то вывезли. Там сколько-то шахт заложили. Да никакой ребёнок это читать не будет. Правильно? Ну, да. А вот Экибастус это класс. Я вас выставлю. Завтра накликаю. Денег получу. Назрена скажет. Ты нафига меня выставил? Так что, Наталья... Это ладно, Саш. Чё ты, как живёшь там? Где живёшь? Где? В Москве. В Картольске. Закончивый институт. Ну, остался на кафедре. Да это она знает. Нет, я в школе университета. Она не знает. Преподавал там в университете. Потом в 2000 году уехали в Москву. Женился на... Развёлся, в 2000 году развёлся. С первой же на третьем году уже в Москве женился. Ну, здесь с 2000 года с Верой. Сашка-то какого-то... И все потом в третьем году уехали в Москву. Там... Ушелся в МЧС. Весь тут, потому что исследовательский МЧС. Работал же. Она работала в университет. У меня докторами наук. У нас была во втором медиа. И на втором фармферме. Вторая жена у тебя тоже медик? Конечно. Она одногодники были они. Дети Дочь С женой в Германию Два года назад женилась Мы с Верой ездили туда на свадьбу Живет нормально Мужик у нее Адвокат Адвокат фашист Ну да Калимония 66 Они прошлый год ездили по Германии По работе он ездил Все города объездили В этом году они все лето жили в Греции Тоже по работе он ездил Государственное у нее предприятие Какая-то фирма государственная Вернее Она закончила университет берлинским Имени Гумбата Александра Генетика Хорошо успевала Ольга Да, Ольга моя А здесь она не закончила? Нет, она ушла с третьего курса Здесь по-моему Там с первого курса опять поступила Берлинский И закончила его хорошо Оставили ее работать На кафедре генетической Потом она устроилась на фирме Какой-то Генетикой И там познакомилась Наташка Наташка, на тебя посмотри Ты вот Ну я не видел таких волос Ну не, она для Мирошниченко для меня всегда Ну та сейчас вообще уже раздобрела Но тоже ей здоровье Ну а широкая А Наташка, смотри какая Узкая такая А сиськи еще больше Сын у нас Сын, да Но сын приемный Сколько ему? Ему 18 в этом году исполнилось Он сейчас закончил школу Атистат получил Атистат Но он учится в колледже Два года он в колледже это учился И заканчивал школу Надо помирать в лет 40 Носатый, блин Ты знаешь на какого-то этого Ну дай послушать Айди-ка Старый пердум Ага На себя посмотри На себя посмотри Иди себя снимай Ай Улыбятся Довольно Саша Они каждая с тобой в Германию ходят сейчас А куда? Сейчас ты в Москве живешь Да, да, да Сейчас вот он да Учится в колледже связи Ему нравится Ну все с ним все нормально Сдают Чемоданы связаны На провазные На автомобили грузовые На грузовые? Ну да Это зачем? Там все одно и то же Было школа одна Саша, ты помнишь Я вот своей жене рассказываю Мы ходили в ДК Был голубой мул Дальнобойщики Не смотрел такой фильм? У него отец был богатый Владелец Я один, наверное, видел этот фильм Больше никто не видел Вот я один, наверное, в Экибастузе жил Наверное Нет, ну с какой-то женой ходил Да нет, это Саша в школе У него Ну ладно, ладно Расскажи дальше Я не видел Ну, Наталья Ты смотри на меня Шиздец Я вот сейчас это все сделаю Сейчас тебя инфаркт хватит Это мирошничинка Это мирошничинка Инфаркт хватит Она думала Наталья, ты так живешь, что ли? Да, вот так живет Смотри А я специально делаю ракурс Это Что ты делаешь? Ты каждый день такая Ты же на пенсии Ну и все Этого мне слова не говори Оно не мое Так Понятно? Ну как ты каждый день так живешь? И вообще Огород, дом Да Отопление, все дела Да, печку топлю Ага Дрова колю Ага Уголь Что гонишь ты живешь? Там нет Я заедаю Я же и козу не заела Ни фига не хватит Я тебе говорю Я вырву Я не работаю Просто красиво выглядеть Очень красиво, Саш Очень вот эти москвичи За которые в салонах по 100 тысяч платят Она это дома все делает Понял? Дай поговорить Серьезная такая Улыбнись Да я ее в секунду размешу Я когда школу закончила Ну там работала Ну что ты сидишь Да угород Дуброва не выпила А уже И все И как устроила меня на железную дорогу С 78-го года И я оттуда ушла на пенсию И до сих пор ее приглашают Ты что-то там ведешь Скажи Не стесняйся Я не веду Я просто в совете ветеранов А да В совете У нас железнодорожный узел наш Вот 15 организаций И вот Каждая Вот Саша Ты понимал Вот Леонид Матвеевич Мне когда на пенсию вышел Он такой гордостью мне это рассказывал Что его все таки не бросают Хотя он всегда был в горкоме В исполкоме Знаешь да там избранный Ну как А Наталку Наташу Наталка вот Да Ладно это тоже Пускай Наталка Они в тазике вместе катались Это да В тазике вместе Они в тазике вместе катались Саш В тазике вместе Расскажи Наташ В одном тазике В одном тазике вместе катались Дубовая и Натарина Огромная лужа Огромная прямо лужа Да везде я на втором шкевер А где вы жили кстати Да Решили переплыть Большой огромный таз какой-то Хапнули Не знаю Вторая школа А посередине Хлюп И нам по пояс Наверное было Вот такая Маленькие детки Да Да Они тазик брали И в тазике катались Плавали Плавали А вот В таз Я не знаю Как сейчас Ложи с собой общаются Натах Или как Натан Все тебе надо знать Ну и вот Значит вот так Ну и все И вот теперь я В совете ветеранов Вот от своей станции И вот нас Станция это наши Кебасты Скажи У нас станция Кебастус И станция Кебастус Северная Это которая была На Грязи Работала У нас была там Станция Это все жопа Да И все И вот теперь Это самый так Очень уважаемый человек Ну Ну и вот теперь так вот Работа забирается Как картик тыришь макароны Как картика звать Было Алексей Павлович Да нет Алексей Павлович Когда в совет ветеранов Ушел Я говорю Вам то там Зачем Алексей Павлович Он говорит Макароны Тушенку делят там Да ты че это офигенный чувак Не помнишь Да нет Ну откуда он знал Ну был у нас Ветеран Говорили что он алкаж И под забором А он первый Волгу купил Да А говорили Вот все Варгородские Ну был Ну был Да Это А потом Да он пил одно время Так И всем Фадеевым Там Иванов Сегулям И этим Им Он фронтовик Настоящий Саш Они Вот под забором Лежал Вот валялся Тут блять Сука взял И Волгу покупает Узбекам Семечки Это Потом у меня Умирает Этот кто Тесть И этот Павлович приходит И одел два ордена Саш Мало кто знает Сейчас Вот так Два ордена Звезды Георгиевский Звезда За отвагу А его не было Георгиевский Он только сейчас Сделали Недавно Чего я сказал Георгиевский Две звезды Орден Звезды Гвардия Георгиевская Орден Гвардии Ну красное Знамя За отвагу И вот он Стоит Наташка Прикинь Ну так С юмором Все В статусах Че я пишу Короче Я ночью еду Ночью я еду С Грессом Пиздец Вот это пианино В воде Покажи Золка Где Ну да Когда оно затопило В марте Везется Захожу Наташа Это пианино Вот здесь А я на Западе Туда еще Епись Оно Переепись Я нахуй еду В Горком Там сидит Дежурный Не ну Это вам зачем Но в статусах Это написано Саша А? Поговори Да Да Ну все записано Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому